Депутатский ответ Умский городоначальник Вячеслав Двораковский выступил перед Горсоветом с итогами работы в 2015 году. Каков был депутатский ответ? Умские улицы украсят бюсты Сергея Королева и Ермака. Где появятся новые скульптуры замечательных людей, оставивших след в истории города на Иртыше? Депутаты и общественники дали оценку работе мэра и его команды в 2015 году, а заодно наметили приоритетные направления, по которым им предстоит совместно работать на благо мячей. Приоритетными в своем отчете мэр назвал вопросы социальной и жилищно-коммунальной сферы, развития городской дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройства. Выступление Вячеслава Двораковского длилось больше часа. За это время он успел рассказать, как решаются самые важные для города задачи. Пополнение бюджета, реконструкция дорог, подготовка к 300-летию. Не стал городоначальник уходить и от проблем, вызывающих критику со стороны губернатора о мяче и народных избранников. В начале выступления он подчеркнул, негативные тенденции в экономике страны сыграли свою роль, но, несмотря на это, все социальные обязательства перед о мячами выполняются. На эти цели ежегодно идет более 60% городской казны. С теми крупинками бюджетных денег она хорошо справилась с теми проблемами, которые у нас существуют. Хоть какие-то смогла решить. Ну и мне кажется, что в таких условиях, когда жесткий дефицит бюджета, то команда мэра, она лучше работает. На сегодняшний день Омск остается одним из лидеров в стране по объемам производства промышленности. Модернизация и развитие оборонки сформировали успешную базу. Наблюдается рост числа предприятий малого и среднего бизнеса. В минувшем году в Омске появились на свет 16,5 тысяч малышей. Отчитываясь перед депутатами, мэр назвал такое количество новорожденных своеобразным рекордом. Проблема с местами в детских садах для детей от 3 до 7 лет в городе решена. Но по мнению депутатов и о строительстве новых школ для подрастающего поколения тоже нужно думать уже сегодня. Хорошо ликвидировали очередь детей от 3 до 7 лет. Но у нас еще и школы не ремонтированы, и новые школы вводились. Это положительно. Но должна быть динамика. Нельзя останавливаться. Да, закончилась федеральная программа. Но тогда мы свои муниципальные средства изыскивать и решать эти вопросы. В Омске продолжается реализация программы по переселению амичей из ветхого жилья. Квартиры в минувшем году получили свыше 2,5 тысяч человек. Еще 719 амичей въехали в новые дома с опережением графика. Их планировали расселить только в 2016-м. Кроме того, мэрия совместно с депутатами работает и над созданием комфортной городской среды. Это прежде всего ремонт дорог. 57 дорог будут отремонтированы в этом году благодаря беспрецедентной поддержке федеральной и региональной власти в размере 1,3 млрд рублей. Рассчитываем, что финансирование на эти цели и в последующие годы будет устойчивым. Губернатор подтвердил намерение сохранить объем финансирования и на будущие годы. У администрации есть абсолютное понимание того, на какие объекты должны быть направлены средства. Преображение Омска после празднования дня города не закончится. Продолжат ремонт магистралей, озеленение и освещение улиц, откроют новые парковки. Накануне 300-летия, я считаю, что делается многое в городе, но есть еще много проблем, над которыми администрация и депутаты должны совместно работать. Накануне отчета мэра было очень важно, что депутаты 1 июля провели объезд самых знаковых объектов, которые строятся к 300-летию и будут служить амичам долгие-долгие годы. В завершении выступления мэр подчеркнул, бюджет минувшего года называли бюджетом выживания, но 2015-й стал для администрации хорошей школой управления финансами. Немало сил и средств было затрачено в минувшем году на подготовку к 300-летию, прежде всего на юбилейные стройки. Путепровод на 15-й рабочий и новый спортивно-образовательный центр на Левобережье сдадут уже этой осенью. Параллельно строители трудятся и на других объектах. Их задача – провести все работы качественно и в срок. Какими темпами преображается Омск? Мэр и депутаты проверили лично. Омскую крепость скоро будет не узнать. Историко-архитектурный комплекс обновлен почти на треть. На объекте трудятся более 300 человек. Работа не прекращается даже в обеденный перерыв. В настоящее время строители выполняют гидроизоляцию несущих конструкций зданий и монтаж инженерных сетей. На то, чтобы вдохнуть в Омскую крепость новую жизнь, из бюджетов всех уровней было выделено 530 миллионов рублей. Шесть объектов исторических. Они сейчас в очень усиленном темпе реконструируются. Строители работают просто очень хорошо. Срок сдачи вообще по решению Министерства культуры Российской Федерации 15 августа 2017 года. Надо же их сделать все очень качественно. Но строители вроде обещают к концу этого года. В шести отремонтированных помещениях разместятся мастерские народных промыслов, несколько музеев, оружие, архитектура и градостроительство, театрального искусства, а также центр изучения славянских традиций. Многие амичи ждут, когда уже можно будет зайти в эти здания. И мы сегодня увидели, что к 300-летию там уже можно будет посмотреть фасады, крышу. И потом мы дальше все вместе будем работать над их наполнением. Очень большой объем строительных работ выполнен. Фундаменты выполнены, каркасы выполнены. Но в 300-летию хотелось бы, конечно, конечный результат видеть. Но учитывая большой объем работы и позднее финансирование, все-таки положительную оценку я хотел бы дать, что там работа выполнена положительно. Следующий объект в списке юбилейных – путепровод на 15-й рабочий. Пролетные строения смонтированы. В настоящее время рабочие сооружают дорожную развязку, параллельно асфальтируют прилегающие улицы. Подрядчик у нас квалифицированный, работает в полном соответствии с проектно-смертной документацией, все делает вовремя. Контроль качества здесь тоже обеспечен соответствующий, поэтому никаких у нас сомнений, нареканий и претензий нет. Путепровод на 15-й рабочий ориентировочно откроют уже 15 сентября. От него будет зависеть безопасность и комфорт дорожного движения в этом районе. Многокилометровые пробки на переезде должны уйти в прошлое. Будем надеяться, что это как пилотный вариант и дальше они будут по городу, потому что нужно также и проект, насколько я знаю, уже существует на Братской, соедините Маркса и улицу Кирова. То есть это очень привлично разгрузит центр города. Также микрорайон Московка нужно, потому что старые существующие виадуки, они уже не справляются еще. По инициативе депутатов они и дальнейшие уже специалисты занимались разработкой этих проектов, они возникают. И в дальнейшем здесь у нас, как всегда, основная проблема – это нехватка финансирования. Но будем стараться, будем изыскивать, подключать вышестоящие источники бюджетирования, стараться в какие-то федеральные программы, чтобы получать дополнительное финансирование на эти объекты, потому что город развивается, город растет, машин все больше. В детском образовательно-оздоровительном комплексе на Мельничной с утра до вечера слышен гул перфораторов и стук молотков. Строители заканчивают внутреннюю отделку. Школа на 550 мест с детским садом и многофункциональным спортивным центром почти готовы. Достаточно сильно впечатляет, так как за такой короткий срок удалось построить новое здание. Я надеюсь, что если действительно ничего не случится, как говорит подрядчик, то оно будет пущено в срок и достойно встретит новых учеников. Еще одним подарком к юбилею города для жителей Левобережья станет отремонтированный Дворец культуры. В прошлом году совместным решением депутатов и администрации Омска был принят план восстановления окружного досугового центра. Вот объект, который за спиной, это наша боль. Я депутат Кировского округа. Немного лет уже, порядка двух десятков пытались что-то сделать с этим объектом. Проблемы были большие, его выставляли даже на торги, пытались выставить. Я благодарен нашему коллеге депутату Кокорину, который взял эту инициативу, проплатил проектно-смертную документацию и мэрия нашла деньги на ремонт. Да, деньги серьезные, 30 миллионов рублей, но это не те деньги, которые просили, чтобы построить культурно-засуговый центр. Пусть это останется именно Домом культуры. Пусть он останется. Пусть в нем будут дети, детские кружки, взрослые будут, ветераны будут. Строительные и восстановительные работы на объектах трехсотлетия с первых дней ведутся под контролем городских парламентариев. В этот раз темпы и качество работ у депутатов Горсовета нареканий не вызвали. Депутаты это оценивают как совместную работу по выделению средств, по реализации этих всех объектов. И самое главное, конечно, всех заботит, будут ли готовы эти объекты к трехсотлетию. Все мечи ждут этих объектов. В год трехсотлетия в Омске увековечат память еще двух замечательных людей, чья жизнь была связана с нашим городом. По инициативе регионального отделения военно-исторического общества и при поддержке депутатов Городского совета в Омске появятся бюсты ученому и конструктору Сергею Королеву и покорителю Сибири Ермаку. В годы войны конструкторское бюро, где работал Сергей Королев, было эвакуировано в Омск. В Сибири под его руководством собирали для фронта бомбардировщики Ту-2. В настоящее время имя отца советской космонавтики носит одна из улиц в советском округе. Здесь же, недалеко от молодежного центра «Химик», будет установлен и памятник известному ракетостроителю. Бюст историческому покорителю Сибири Ермаку установят в советском парке. Он будет встречать омичей и гостей города на одной из центральных аллей. Установка памятника казачьему атаману приурочена к 170-летию образования сибирского казачества. Начнем мы с установки бюста Сергея Павловича Королеву на проспекте, названном в его честь, в год двух дат, связанных так или иначе с ним. Во-первых, это 55 лет первого полета человека в космос, и 50 лет назад Сергей Павлович ушел из жизни. Второй бюст – это бюст, как принято говорить, историческому покорителю Сибири Ермаку Тимофеевичу. Именно там же и располагается Барабинский острог, где проводятся исторические реконструкции, военно-исторические фестивали. Там же на базе этого острога мы провели и смену военно-исторического лагеря знамя Ермака. Бюсты уже изготовлены и в ближайшее время будут доставлены в Омск. Новые скульптуры появятся в городе НРТШ в рамках проекта «Аллея российской славы». Они будут переданы мечам в качестве подарка к юбилею города. Доставку, установку и благоустройство, прилегающие к памятникам территории, также возьмет на себя Омское отделение Российского военно-исторического общества. Вы смотрели программу «Депутатский ответ». Увидимся на 12-м канале.